...целью возвестить о суде Божьем. Ни один развратник в раю не будет, он будет с сатаной гореть в огне. Библию, Библию я читал полностью. Скажи мне, что в Иосифе 33-я страница Библии? Вы считали её, только без друга не можете разговаривать, чтобы не ругаться? Хорошо, как бы без проблем. Что в Иосифе 33-я страница Библии? А она не страницами. Видно, что вы невежда. Она определяется книга, назвать, потом глава, а потом стих. А страницы в Библии нет в таком счёте. Я понимаю, я понимаю, что глава. Я просто спрашиваю, что в Иосифе 33-я страница Библии. Ещё раз говорю, Библия на странице не считается. Зачем вы вводите в соблазн? Я какой соблазн назвал? Я вам считаю. Евангелие от Иоанна, 3-я глава, 16-й стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Марка, 16-я глава. «Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. И будет гореть вечно с сатаной в огне». «И ты веришь в Бога?» «Ну, понятно». «Я понял тебя. Только не ругать тебя, прошу ещё раз». «Я тебя спрашиваю о том, что ты веришь в Бога?» «А без веры, написано, угодить Богу невозможно. Ибо надо, чтобы приходящий к Нему веровал и ищущим Его воздаёт. Неверующий Богу представляет Его лживым и за это ответит перед Богом». «А что тебе дал Бог, что ты стал верующим?» «Он даёт всё. Земля, воздух, солнце, вода, жизнь, все органы наши. Земля, воздух, солнце – это всего лишь материя нашего мира. А кем сотворён? Только не ругаться. Сотворение – это нам никогда не будет знать. Мы всего лишь оправдываем в том, что Бог существует, потому что мы не знаем, кто наш творитель. Даже не знаю, язычники знали, а вы этого не знаете. А почему не верить в Бога? Почему ты взял, что Бог существует? Он тебе когда-то помог? Или всего лишь ты соответствуешь везению? Я только сейчас говорил, что Бог живой и отвечает на молитвы. Отвечает на молитвы, а Он тебе помог? Помог. У меня 81-й год. И где я был? Нет, а как Он тебе помог? Он тебе помог в везении или всего лишь это какое-то совпадение? Конкретной. Вы слушать можете? Я тебя слушаю. Слушайте внимательно. Мне Господь позволил. Вот вся рулетка заливает гиенский огонь блудной водой. Ничего не зальёте, это напрасно вы делаете. Так вот, Господь мне позволил вести занятия в пяти университетах сразу. Тринадцать школ. Какие университетов? Пять отделов милиции. Слушайте внимательно. Три радиопрограммы регулярно вести. И я издал, по милости Божией, Бог благословил. Тридцать восемь томов книг. А кто в это поверил? Еще раз говорю. И мы, Бог положил на сердце, подарить книги библиотеки. Кто в это поверил? Вы зайдите на наш ютуб-канал, и вы увидите все. Я понял. Но кто в это поверил, и кто дал знать о том, что Бог существует, и кто присоединился к вам? А вот смотрите. Вы давно, в последний раз, были обкурены? Я не обкурен. Я нахожусь в абсолютно понимающем... Ну, нормальный человек перед экраном голый не будет. Это первое. А во-вторых... Почему голым? Нет, вы хотите сказать, что в квартире при плюс 20 градусов я должен находиться, блядь... О, здесь ничего путного нету. Срамота одна. Мы пришли сюда, чтобы людям возвестить о суде Божием и о великой любви его к людям. Что Иисус Христос умер за гречи людей и воскрес третий день. И сразу с ума сходят. Отключаются. Не поговорить еще. Короче, с крещением тебя, батя! Батя, с крещением тебя! С крещением вас! Спасибо, Христос! С крещением сегодня! Спаси, Христос! Только не ругайтесь, прошу вас. Мы пришли сюда... Мы пришли с великой целью. Давай, давай, дружище, давай! Кто не ругается, никакого, 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 тебя Бога. Вы знаете, что... О, спаси, Христос! Вот, я вижу, вижу. Вы знаете, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес третий день. И приходящих не отгоняет, а дарует спасение. Кто кается в грехах. Давай, это, короче, не понимаю, это... Видели все это, я понимаю, что ты белочек. Давай, это за крещение! Бахнем и все! Вы где находитесь сейчас? На раме, что... Космотроп летит, ракеты где-то летают. Ну, вы-то на свободе находитесь? Где? Вы не в тюрьме, вы не в тюрьме, на свободе? Ты что, мы на работе, ты что тут лишишь? А-а-а... А-а-а... У нас номерковки нет, мы на работе. Ну, я понял, понял. И все не в тюрьме. Потому что те годы сажали за это. Я издатель и издал в первую стране архиепилаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. И о Ленине написал стихотворение, что это бандиты-разбойник. И меня вот прятали. Я прошел пять тюрем, теперь реабилитированный. Я вот тут, говорит, пять тюрем, куста пошел. Дружище, а ты откуда? Ниоткуда, с кухни. Вон там кухня, видать. Ух, сын. Откуда ты, друзья? Да вы ниоткуда, вам нужно знать, где я нахожусь. Вопрос поставьте правильно. А? Вы вопрос ставите так, как я отвечаю. Вы ниоткуда спросите, где я нахожусь. Да нет, я говорю, откуда родом? Ну, родом откуда, Алтайский край. А, ну, нихуя тут. Далеко, далеко. У нас большие... Ну, мы со странами в Калагусе. Что? Мы деревни живем вообще. Понятно. Мы, православные, строим православную деревню. Одна, наверное, всю страну такая деревня, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Нет, конечно, дружище, извини. Я курить не курил, но кухать не паят. Вот так вот. Я вижу, какие вы. Какие-то как обкуренные. Вот, что ж такие мужики себя не цените. Так-то я на работе и нахожусь. Ну, и хоть на работе, все равно держи себя. Ты перед Богом находишься. Как звать-то вас? Я Николай. Николай означает победитель. Будь победителем над страстями. Не пей, не кури, не колись. И не матерись. Ты Николай. Николай. О, это не просто так. Николай Колька. Колька я. Колька. Николай Колька. Да, правильно. Так, правильно. Такие же имя победитель означает Виктор и Никита. Это три странных... Я хожу на Кавказе. А, вон как. У меня на Кавказе есть свои люди. А где вы там? Меня туда отправили людей убивать. А в каком государстве вы находитесь? Тут написано, что вы Россия. Я говорю, я в Архангельской области сижу. Это какая республика-то? Архангельская область. Российская Петербургская область. Архангельская, вон как. Ну, а разве у вас там горы? Архангельск, город. Откуда там горы-то, я и не знаю. Космодроб лисит. Космодроб лисит. А у нас поля бескрайние до горизонта. Алтайский край-то жительница Сибири. Я вам говорю, что я служил в армии, блядь, на Кавказе. Ну, а в армии я не расслышал тогда. Виноват, Николай. У нас очень большие ресурсы. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. Ему равных нету. У нас своих 19 500 роликов. Хотя, вот, дедушка, я тебя разу. Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81 год. А я думаю, я тебя можно будет негодим назвать. Мы пришли сюда для того, чтобы людям сказать о суде Божьем. А слово Божье определенно и щетко говорит. Никакой блудник, пьяница, сквернослов в царстве Божьем не может быть. Он идет только в ад в сатане. Поэтому мы пришли сюда, как благословленные Богом. К больным людям, посланные врачи. Дед, сегодня крещение. Крещение сегодня, понимаете? У нас прошло крещение. Вчера крещение было. В 19-м году прошло, да, конечно. Нет, я просто на работе, понимаешь? Ничего. А вы зайдите на наш YouTube-канал. Нет. Я тебе вопрос хотел задать. Можно? Нет? Вот зайдите на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии». И вы увидите, как мы в храме. Да подожди ты, деда, дед, подожди. Можно вопрос задать? Можно. Можно? Да. Короче, я на работе набрал бассейн воды и искупался там с крестом. Это что? Это плохо или хорошо? Ну, вы совесть свою спросите, что она вам подскажет. Совесть? Да, совесть ваша. Что вам говорит? Что скажет на эта жена? Все, расскажи и скажи. У меня нет жены. Ну, совесть свою спроси, если она не сожженная. А как спросить? А помолись, встань на колени. Посади православный храм, помолись. И к батюшке подойти на исповедь. Он тебе подскажет. Так это, и он мне скажет, искупался я правильно или нет? Да, конечно. Он скажет... Или в плохой воде или нет? Или как? Как понять это вообще? Ну, только не ругайтесь, я прошу вас. Нет, нет, нет. Чтобы вам не было стыдно завтра. Я вам ответил, пойдите в храм, купите новый завет, Библию там может быть, и считайте, и будете знать закон Божий. Соблюдай посты, молитвы. И ты совсем другой... Нет, нет. Дедушка, ты понимаешь, у меня на это время есть. Ну, все, тогда больше ничего нет. Раз нет... Я живу в деревне, у меня еще трава с кого-то, трава пилить, трава нести, тащить. Ну, мы-то деревню строим-то с нуля. Что сравнивать-то? С нуля. Ничего нету, одна лопата. Но сейчас у нас уже есть и техника, и столбы провели, и школу своими руками построили. У меня деревня... Да у нас деревня с нуля. Одна-единственная на всю Россию такая. Мы все работаем и ходим в храм. И молимся. Нет, 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 ты понимаешь, ты вообще красавчик, ты красавчик. Я вам ответил, все, больше не будем пустословить. Пока, до свидания. Вам это не надо совсем. Вы просто пустословите. Я не знаю. Все, пока. Найдите наш YouTube-канал, «Восвяти Библии» называется, Игнатий Лапкин. Там ответы все. С Богом. Все, давай, давай, пока. Крещение, день Крещения Господня. Мы знаем, да. А вы в храм ходили? Да. Видите как, мы это все узнаем из Священного Писания. Иисус Христос, наш Спаситель, умер за нас. Поэтому, если вы верующие, не ходите ни к каким еретикам. Верьте, никому на дом не заходите, потому что детей воруют. На органы делят и продают. Нигде не ходите. Ни к чужие машины. Да, в чужие машины не садитесь. Это везде. Сейчас сообщили, 400 детей украли. А потом нашли, они лежат в ящике, дом обложенный, их в Китай отправляют. Кому сердце, кому печать, печень продают. А спрашивают их, которых бьют, там, китайцы. И говорят, а куда девайте-то тела? Они говорят, никуда. Варим и едим. Вот какое дело. Так что вы хорошие. Берегите себя. Берегите. Удачи вам. Да, спаси Христос. Без благословения родители ни шагу никуда. Берегите себя. Хорошо. Выходишь из дома, скажи, отрекаюсь сатаны, всех дел его. Никого не бойся. Хорошо. С Богом. Сегодня крещение Господне. Не слышали даже, да? А мы принесли сюда благую весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И дарует прощение всем. Многие, многие об этом не знают, собраться. Вы верующий, да? Да, я верующий. И поэтому мы возвещаем радостную весть, что Иисус дарует прощение по милосердию своему, по благодати. А Иисусу кто дарит прощение тогда? Скажи мне. Что? Не слышал? Ты об этом думал? Вы знаете об этом? Мы-то знаем. А ты знаешь, кто дает прощение Иисусу? Вы, наверное, верите по-другому, да? Да нет, верим, верим. У вас все, что ты говоришь. У него карандаши. Машала, машала. У вас тоже написано, что человек, который поступает плохо, он будет мучиться после смерти? Конечно. Конечно, конечно. Да. А вот здесь я встречаюсь, начну только, перекрестишься. Я мусульманин, и сразу падает, как будто его не было. Сначала обматерить тебя и сразу выключиться. Матеряться, я говорю, вы никакие не мусульмане. Мусульмане люди уважительные. Друзья, так же, пускай человек, то нравится. Вот вы, например, христианин. Вот. Мы мусульмане. Вот. А тут бывают еще дополнительные. Что вы тут делаете? Все говорят о Содоме и Гоморре тут. А сами вы еще тут делаете. Мы пришли с благой вестью. Возвестить, что грядет за все это суд Божий. Здесь строгое взыскание Бог сделает. И кроме того, самая радостная весть. Чтобы люди, если слышали, то подновили память, что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес третий день. И зовет всех к покаянию. Я все это понимаю. Я сам крещеный человек. Но... Погромче просто говорите. Может, лучше будет слышно. Я говорю, что... Я крещеный человек, но... Я сейчас не хожу. Ничего не пойму. Никак. Совсем плохо. Что ж такое-то это? Я говорю, я крещеный человек, но... Я сейчас не хожу. Вы где-то на наших ресурсах встречались с нами? Или что? Я не пойму. Вы слышите меня, нет? У вас микрофон совсем почти не работает. Так, чуть-чуть. Маленько так квакает, и все. Так лучше. Вот так два слова слышно, а дальше-то говорить уже и не слышно. Как-то я не знаю. Я вас тоже через два... Я вас тоже через два слова слышу. Плохо слышно? Ну, у меня микрофон рядом. Вот. Я говорю как. Мы свидетельствуем о Господе нашем Иисусе Христе, потому что будет воскресенье из мертвых, и каждый будет определен. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Так написано в Евангелии от Марка, 16 глава. А вы откуда-то? С кухни. Я говорю, где находитесь? Нахожусь в городе Барнаула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год мне. Ой, как вы далеко? Что сказали? Далеко вы. Ничего не пойму никак. Ну, что ж такое-то? Далеко. Рождество. Рождество? Рождество? Я говорю, далеко вы. Далеко. Мне кажется, что говорите слово «рождество», но не может неправильно. Далеко. Рождество. Тождество? Даль. Даль. Далеко. Никого нету. Кто бы помог мне, считаю, все. Охота поговорить. Главное, мужик не голый, не ругается. Само то. Далеко. Ну, напишите. Далеко. Напишите, вот напечатайте здесь, я прочитаю это слово, а дальше, может, у нас лучше пойдет. Дождество. Что за слово такое? Далеко вы. Далеко вы. О, совсем даже не то. Ну, значит так, мы плохо раз с вами разговариваем, я вам оставлю метку, ключ свой отдам. Меня зовут Игнатий Лапкин. Если вы зайдете по скайпу, вы сразу на меня выйдете. У нас огромные ресурсы. Мы строим православную деревню с нуля, с Богом. Одна на всю Россию такая деревня, в Алтайском крае, 150 километров от Барнаула. Мы разговариваем с человеком первый раз, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас ни одного аборта, ни одного развода. Сами своими силами построили государственную школу, храм, дороги ремонтируем. Все, и не от Путина ждем. Потому что у них денег нет. Они их деньги перегнали все в Израиль да в Америку. Я вас понял. Ну а если хотите зайти на наш YouTube-канал, у меня огромный канал, называется «Во свете Библии». Спасибо. Спасибо. Спасибо.